Сразу два проекта были презентованы в квартире музея семьи Ульяновых. Открытие выставки живописных полотен из уникального собрания живописи Ленинского мемориала, включающего 440 экспонатов, можно назвать настоящим событием. Также был дан старт второму проекту. Состоялась презентация альбома-каталога «Живопись. Золотой фонд Ленинского мемориала». Разделы выставки соответствуют разделам презентованного альбома. Их всего пять. Они посвящены Симбирску, семье Ульяновых, революции, гражданской войне, Великой Отечественной войне, героям труда и вождям советского государства. Вообще изображения Сталина достаточно редкие. Если привести интересный факт, то в 1956 году все изображения Сталина уничтожались, а в нашей коллекции сохранилось 8 изображений только лишь потому, что они были свернуты хранителями в рулон, закинуты в запаснике за шкаф. И в конце 80-х нашелся этот рулон, они развернули только за 8 полотен с изображением 845. Достаточно интересная история с точки зрения. Живописная коллекция Ленинского мемориала включает работы признанных мастеров разных поколений советского изобразительного искусства. Среди них картины народного художника РСФСР Алексея Маторина, заслуженных художников РСФСР Паспартака Горинова и Ивана Лежнина, народного художника России Аркадия Ягудкина. Эта, конечно, выставка будет для зрителя несложна, но именно для того зрителя, кто происхождением из советского времени. Наверное, здесь он встретит те образы, которые будут ему близки и понятны. Как отметили специалисты, фонды Ленинского мемориала хранят 18 коллекций. Все они уникальны. Сам альбом «Живопись Золотой фронт Ленинского мемориала» открывает старт издания Ленинского мемориала. Мы задумали, как большой издательский проект, издавать альбомы по каждой из коллекций. То есть, ну, они достаточно интересны и для специалистов, и для простого тоже читателя. Мне они интересны, поскольку, например, альбом «Живопись» дает представление вообще советской эпохи. Выставка будет доступна для одиночных посещений до середины декабря. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ.